Программа Мастера с Дианой Берлин И как всегда у нас в гостях мастер, действительно мастер, с которым вы хорошо знакомы, живете ли вы в Москве или где-то далеко, потому что если вы приезжаете в Москву, то вы обязательно стараетесь попасть именно в театр этого человека. Сегодня герой нашей программы основатель и художественный руководитель театра Антона Чехова, заслуженный деятель искусств России Леонид Трушкин. Здравствуйте. Я рада вас очень видеть. И хочу сказать нашим слушателям, что знакомы мы давно, и я с большим удовольствием и радостью наблюдаю за всем, что делает этот человек. Вот абсолютно. С тех пор, как вы сказали себе, я ухожу из театра, да, сколько прошло? 22 года. 22 года. Это был поступок. Потому что все привычно. Уже в театре. Театр хороший, между прочим. Очень хороший был, да. Можно его назвать? Конечно. Театр Моссовета. Маяковского. Маяковского. У Гончарова, конечно. Ой, уйти от Гончарова. Это был поступок, это действительно. Ну, я не был таким востребованным сильно, поэтому это не был таким уж поступок. А вдруг завтра бы что-то было. Ну, да, это иллюзия, которая многих погубила, да. И потом уйти абсолютно... Вы же ушли в никуда? В никуда, да, это правда. А годы-то какие были? Давайте вспомним, какие годы. Замечательные были годы. Это были годы надежды. Это был 89-й год. Когда нам обещали свободу и дали ее, мы просто не смогли ее взять. Но нам же дали свободу. Ну, да. Поэтому это было прекрасное время, когда от нас зависело гораздо больше, чем от чего бы то ни было, или от кого бы то ни было. А вы знаете что? Я вспоминаю время, когда... Вот мне лично приносили очень много пленок, да? Пленочек еще вот таких вот. И каждая с одним посылом. Я уезжаю, я уеду, я больше не могу, и так далее, и так далее, и так далее. И вдруг я получаю эту маленькую коробочку от Леонида Трушкина. А там-то совсем все наоборот. А вы помните? Помню. Это, наверное... Я не уеду. Да. Я не уеду. Да-да, помню. Помню. И понимаю, почему. И мне казалось, глупо уезжать. Да. Было трудно, но было счастливо. Вот что. Я был нищий, я был счастливый, хотя был уже не молодой. Потому что вообще-то вот не хлебом единым, это абсолютная правда. Конечно, когда нечем кормить детей, это страшное дело. Но поскольку детей, у меня тогда была уже дочь, в общем, довольно взрослая, а новеньких еще не было, то у меня не было такой ответственности ни перед кем. И я распоряжался своим желудком больше ничьим. Я был счастлив. Все началось с Вишневого сада. Да. Это была первая постановка. Это была первая постановка. Это самая простая. Можно было выбрать что-нибудь попроще и как бы более завлекательное. Нет, я думаю, что просто, во-первых, это была моя давняя мечта, а потом она еще, возможность ее реализации совпала очень во времени с темой пьесы. Это тема же перелома, тема исторического, так сказать, колена. И как нельзя более вовремя эта пьеса пришлась. Это пьеса об изменении судьбы страны и о том, как с этим... Ничего не поменялось. Вот с этим все время меняется... Вот я только хотела сказать. Ничего, и возвращается. Яша вечный победитель пока что. Вот если говорить о персонажах, вот у Чехова ведь Яша побеждает. В общем, понятно, что... Ну, мы знаем же всю историю, которая случилась после 1903 года, года написания пьесы. Мы же знаем, что произошло. Значит, Лопахин выгнал, победил дворян вот этих вот помещиков, да, промышленник. Потом пришел Петя, революционер, который скрутил башку Лопахину, который, кстати говоря, с чьей руки он и кормился, как вся революция, она же кормилась от наших меценатов революции, от наших промышленников. Вот, а потом Петя скрутил голову Яша, лакей. Как хотите, Шариков, Яша, кто угодно, но вот этот человек... Да, они живучие. Они живучие, как тараканы. А вот можете мне сказать, теперь уже, ну, прошло уже 22 года, почему к вам идут артисты? Почему они пошли вот тогда, на первые спектакли? На первые спектакли ведь пошли в основном артисты, которые меня знали, потому что я с ними работал, в основном были артисты Театра Маяковского, это и Волков, и Самойлов, и Васильева, и Мартиросян, и Галя Беляева, это все были артисты Театра Маяковского. Нет, ну это какие имена-то вы называете? Ну да, ну пьеса, между прочим, была неплохая, и роли были хорошие, там уж, я не думаю, что они так уж пошли к режиссеру Трушкину, другое дело, что случилось в процессе работы над спектаклем, но пошли они, ну, точно не ко мне, они пошли, ну, во-первых, новая система, организация, ну, попробовать, так сказать, из-под влияния мастера уйти и свободно поработать, как им казалось, когда они ко мне шли. Потом, ну, мне кажется, что мы смогли увлечь друг друга, и уже свободной работы не получилось, что вообще хорошо, потому что анархия в Театре. Это все, это гибель. Это смерть, конечно. Вот, но получилось этим замыслом как-то увлечь, и дальше они были сотворцы, это не было такое, знаете, я не могу сказать, что вот от миллиметра до миллиметра я все поставил. Нет, они, была идея, был шкаф придуман, вот это все было. Вот это я помню. Да, и вот эта физическая фигура на шкафу, это время, пространство, это бог, дьявол, не знаю кто, вообще непонятно что, но это прохожий, который у Чехова написан ровно посредине пьесы, в середине второго акта, поближе к концу. Понимаете, и все, и получилась счастливая работа, мучительная в смысле того, что я перфекционист, и не только в смысле, так сказать, профессий, но и в смысле этики. Я не терплю опозданий, что совершенно, так сказать, входило в прямое противоречие с большинством артистов. Но в результате мы выпустили эту работу, и она просуществовала счастливо какое-то время. Да, и успех, и был успех. Был успех, да. А потом-то было, там же тогда же, вот это, конечно, это наповал. Да? Ну вот это наповал. И я помню, как спектакль, уже финал, да, а люди не поднимают голову, мужчины, это не имеет значения, у всех текут слезы. Два человека на сцене, и музыка... Доводинка Володи, да, божественно. И, казалось бы, ведь режиссерская профессия, она какая? Ее же видят только профессионалы, специалисты, правда же? А в основном, вот если это провал, то это режиссер, а если это успех, так это же артисты. На самом деле, это правда. Если провал, то точно режиссер, потому что не бери этих артистов, если они были хищены. Если успех, то это вместе. Ну, это правда, так оно и есть. Потому что, понимаете, если ты, ну, какой угодно режиссер, если ты исповедуешь такой театр, потому что есть театр, который вообще не требует артистов. Ну, то есть... Есть. Нет, я говорю об этом без иронии. Такой театр есть, это вопрос вкуса. Я его не люблю. Но такой театр и есть, где вообще не очень важно, что за индивидуальность, что за человек этот артист. Вообще, что он любит, что он ненавидит. Вообще не очень важно. То есть, это чистая функция в руках режиссера. Такой театр и есть. Я его, еще раз говорю, не люблю, но вот там, если успех, то это успех режиссера. Но поскольку я не излишне тщеславен, и потом я просто не люблю и не умею заниматься таким театром и не хочу. Я как зритель не люблю его. То есть, вы делаете то, что вам как зритель... Абсолютно. Вот то, что воспитал во мне как зритель, это Встоногов, Гончаров. Кстати говоря, когда я был пацаном, царство ему небесное, Карагодский. Замечательный был тюз у нас. Когда через артиста, когда артист есть не функция, а товарищи. И по мировоззрению, и по эстетическим пристрастиям. Понимаете, ну, мне вообще, как бы я, если бы я был одиночка, я бы писал книги. Я завидую этим людям, живописцам, композиторам, которые могут работать одни. Я то ли ленив, то ли мне надо с кем-то полемизировать, чтобы мне было интересно. Хотя и с самим собой у меня много споров бывает. Но это споры частного порядка. А что касается работы, вот нет, мне нужны интересные люди и талантливые люди. Даже если они сложные. Потому что, например, для там же тогда же у вас были два сложнейших человека, непростых. Для меня, честно говоря, люди, они были непростые в хорошем смысле слова. Другое дело, что если Костя, например, человек, который исповедует мое отношение к профессии, то есть он солдат, и я солдат, то Таня генерал. Я с генералами работать, честно говоря, не люблю. Не люблю. В работе с ней очень просто. Когда она приходит на репетицию. Ну, главное, чтобы она пришла. Ну, главное, чтобы она пришла. А я вот этим не хочу заниматься. Или чтобы она пришла вовремя, например. Чтобы 30 человек ее не ждали. Я не хочу. Я сейчас говорю не только о Тане. Я говорю о явлении генерал. Потому что, скажем, покойная Людмила Марковна, дневчонка, она была солдатом. Хазанов, солдат. Басилашвили, солдат. Чурикова, солдат. А есть, причем, талант у Васильевой по мне немеренный. Немеренный. Абсолютно немеренный. И то, что она там сделала, это, конечно. Потрясающая была ее работа. Вот. Ну, и дай ей Бог. Но, я повторяю, я просто люблю, когда... Нет такой работы больше. Генерал – это дело. А мы все солдаты у этого дела. Конечно. А если генерал кто-то из нас, то мне тут же становится скучно, неинтересно. И я испытываю чувство брезгливости. А почему вы взяли эту пьесу? Вы знаете, когда еще до Вишневого сада я как-то зашел к машинисткам ВТО, тогда еще на улице Горького. Я хотел заниматься режиссурой, будучи еще даже не студентом у Анатолия Васильевича, а просто вот артистом. Анатолий Васильевич и Эфроса. Да, Эфроса, конечно. Но я еще и не думал даже поступать. Ну, думал, надо что-то такое поставить, потому что я не реализовывался как артист. И машинистки мне сказали, вот хорошая пьеса. Я ее прочел и положил в стол. Лежала она, ну, чтобы не соврать, ну, лет 7-8 у меня встали. И когда я поставил в Вишневый сад, Танька говорит, давай еще что-нибудь сделаем. Я говорю, есть у меня тут одна пьеса, ну, ее надо переписывать. Я ее переписывал. Сам? Ну, да, нет. Нет, ну, переписываю, понятно. Ну, да, не то, чтобы все там было. А потом, когда я был в Лос-Анджелесе, я познакомился со Слейдом, автором этой пьесы. Какой он, да? Ну, он потрясающий. Да? Да, потом же я поставил еще Чествование по его же пьесе. И он мне подарил вторую часть там же тогда же. И сказал, поставьте, мне ничего не надо, вот просто поставьте. Потому что ему было интересно то, что я рассказывал про первую часть. Я вам скажу, вот хорошая пьеса. Если бы я первую не ставил, то можно было бы ставить вторую, но... Вторая что, слабее? Ну, на мой взгляд, уже после того, как... Да, на мой взгляд, там грандиозный финал, потом расскажу. Скажите, но они встречаются? Они встречаются. Они встречаются... Это продолжается. Это продолжается. Более того, там есть замечательные... Они уже становятся на такой степени друзьями, эти любовники, что, значит, он говорит, Дорис, вот этот Джордж, он говорит ей... Ты знаешь, у меня сейчас молодая девчонка появилась, любовница. Он рассказывает своей любовнице, а там... Так, говорит, ну и замечательно. Джордж, почему ты с такой грустью об этом говоришь? Он говорит, ну, как тебе сказать? Ну, например. Я ей говорю, пошли посмотрим Ричарда Третьего, да? Она мне говорит, какой смысл? Я ни первого не смотрел, ни второго. Понимаете? То есть, вот. Слушайте, это очень актуально. Да. Это очень актуально. Но это было написано еще там в 97-м году, наверное. То есть, ничего не меняется. Ничего не меняется. То есть, поколения, они как бы мельчают. Ну, если они могли встречаться, когда она была беременна, то это меня как раз уже меньше удивляет. Да, да. И относиться друг к другу с такой же любовью. Да, нежностью, да. А вообще, как вы считаете, вот роль театра во времени, она меняется? Сильно. Сильно. Причем, я помню, была такая артистка замечательная в Питере, Анна Григорьевна Лисянская. Замечательная артистка Александровинского театра. И мы с ней были знакомы немного. И она мне сказала, Леня, поступайте вы в Авгик. Что вы идете в театральное? Я говорю, почему? Да кино вытеснит театр. Потом, это был год, чтобы не собрать, там, 68-68 будет. Я потом вспоминал, думаю, как Анна Григорьевна ошиблась. Ну, вот теперь я думаю, что интернет вытеснит все. Вот у меня такое ощущение, что, ну, просто по собственному интересу, понимаете, новость онлайн, это новость онлайн. Ну, это новость. Новость, да. А это? А вам не кажется, что вообще искусство-то съехало? Вам не кажется, что вот этот вот постмодернизм так называемый, что он вообще-то говоря, ну, убивает то искусство, которое я люблю? Конечно, не искусство, потому что существует, так сказать, вот этот же модерн и постмодерн, понять, что это такое я не в состоянии до сих пор. Но вот когда я читаю Чехова, Бунина, Трифонова, Шукшина, со мной что-то эти писатели делают. Потом я читаю или Улицкую, со мной они делают что-то, да? Теперь я не буду называть. Не надо. И, конечно, конечно, ну, мы с вами знаем, да? Ну, конечно, конечно. Причем я, конечно же, ничего не хочу утверждать, потому что есть масса уважаемых мною людей, которые читают и даже зачитываются. Да. Понять я это не могу. Знаете, как это грузинский анекдот? Дети, запомните, Вилька-бутылька пишется без мягкого знака, асол и корол с мягким. Запомните, потому что понять это невозможно. Вот так и я. Я не понимаю. Я могу только запомнить. Ну, может быть, и пусть они зачитываются. Абсолютно нет. Но время же все равно все расставит. У вас же театр полон. Вот эти уже нет. Уже не так уж и полон, как был. Ну, у нас, правда, зал 1300 мест. Ну, если бы мы играли в современники, то у нас был бы полный зал всегда и переполненный. Но мы играем в зале на 1300 мест, и это бывают проблемы. Бывают проблемы. Ну, не так, чтобы проблемы, но не аншлаги. И для меня это, конечно... Для меня один непроданный билет – это уже проблема не финансовая, но моральная. Ну, это может быть. Это лично для вас. Ну, да. Но если брать какую-то статистику... Нет, ну, по статистике мы как бы в порядке. Конечно, безусловно. Да, ну, поскольку я живу не статистикой, а все-таки о собой, то у меня есть вопросы к себе в этом смысле. С другой стороны, вопросы ко времени и к нам, к обоим. Потому что, возможно, мы не совпадаем. То есть, скорее всего, не совпадаем. Потому что, я повторяю, есть целые направления, которые я не постигаю. Я могу, конечно, сделать умное лицо и кивнуть, но я не вижу в этом никакого смысла. Нет, конечно, безусловно. Поэтому, значит, я говорю, все, что не касается сердца моего, мне неинтересно. И тогда появляется интернет. Потому что он вообще к сердцу не апеллирует, ведь. Ну, так сказать, ну, как бы по своей природе. Так тогда и не надо сравнивать с театром, потому что театр как раз именно к сердцу. Поскольку театр сегодня к сердцу апеллирует редко, вот я и сравниваю. Ну, значит, это просто такой театр. Но ей же и другой. Для нас с вами, как я понимаю, из интонации. Да. Да, для нас с вами, да. Но мы с вами не определяем. Да нет, нас немало. Нас немало. Ну, к счастью, да. Давайте думать. И, к счастью, не все мы такие, потому что мир разнообразен. Ну, это, конечно. Ну, и ради бога, и пусть. Вы выбираете... Вы же выбираете пьесы. Конечно. Вы выбираете пьесы, с одной стороны, они не из нашей жизни, да? Ну, они не документальны, как, например, есть театр. Док. Док, да? Нет. А с другой стороны, ощущение, что это все происходит со мной, там, с моими друзьями или даже не с друзьями. Ну, пьеса «Цена». Я это вижу. Вот она разве не из нашей жизни. Вот. Ну, вот вы понимаете? Понимаю. Но вы же не о нашей... Мне кажется, что любое художественное произведение, на самом деле художественное, если это не этнографическое произведение, оно из жизни всех, потому что человек по своей природе, при разности культур, по своей природе существует единое, независимо от цвета кожи и разреза глаз. Мы любим, мы ненавидим, мы ревнуем, мы предаем, мы бываем верны, мы воруем, мы хватаем за руку вора и так далее. Ведь мораль, даже независимо, насколько я знаю, я не силен в теологии, насколько я знаю, что мораль у разных религий в принципе не расходится. Но просто где-то побивают камнями, а где-то не побивают камнями, но осуждают. Ведь мы же осуждаем одно и то же и восхищаемся одним и тем же люди на земле. Значит, хорошее произведение, ну, настоящее искусство, оно апеллирует ко всем людям. Поэтому хорошая пьеса, она абсолютно про нас. Любая хорошая пьеса про нас и любая плохая пьеса ни про кого, независимо от того, где она написана. Вы не видели у Галины Борисовны «Враги»? Нет, не видел. Нет. Не видел. А в чьей постановке? Это не она поставила, в постановке израильского режиссёра. А, я слышал, братья, но я не видел его. По Зингеру. Да, 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 да. По Зингеру. По произведению это потрясающе. Фантастические. Я вообще его обожаю. Это благодаря Хазанову, кстати. Он мне открыл этого писателя. И дальше... А как вообще, если можно ответить на этот вопрос, как вообще возникла у вас вот такая дружба? Знаете, что первый раз я к нему пришёл, когда, значит, Костя уже был, так сказать, мощно занят в театре, а спектакль там же тогда же продолжал идти. Я подумал, кто бы мог играть ещё Джорджа? Я подумал, что, конечно, это Хазанов. Потому что это существо рефлексирующее, неуверенное в себе и так далее, и так далее. Вот то, как я ощущал Хазанова, то, что это талантливый артист. Для меня сомнений не было и не бывает эстрадных, не эстрадных. Я про это ничего не понимаю. Вот. Он артист абсолютно, артист процесса. То есть он не показывает, а он проживает. Это то, что я обожаю и без чего я не могу. Я пришёл к нему, он мне открыл, созвонившись предварительно, он мне открыл дверь в таких красных трусах, я помню. И я сказал, вы Джордж, сказал я ему. Просто это был Джордж. Он сказал, знаете, Лёнь, я не хочу надевать чужие носки. Их уже носили. Уже Райкин играет это. Давайте что-нибудь новое. Вот тогда я получил продолжение там же тогда же. Прочёл и сказал, нет. Ген, ну не будем этого делать, потому что это хуже. Не имеет смысла. Пока это был там год 90, может быть, четвёртый. Ну, прошло 4 года. И мне попадается «Ужин с дураком» пьеса. Я понимаю, что это только Хазанов. И просто больше никто. Ещё был назначен Леньков, в очередь по индивидуальности, как мне кажется, тоже. Но это было менее точно, гораздо менее точно. Просто по назначению. Я сейчас не сравниваю их. И Ахазанов думал, как отказаться от этого. Потом он мне рассказывал, что встретился со мной. И думал, как легально, так сказать, отказаться, чтобы не выглядеть плохо. И в результате он придумал там одну историю, не буду рассказывать. Но в конце концов он всё-таки к счастью к нашему взаимному согласился. И по сей день на суперраншлагах идёт спектакль уже 13 лет. Вот интересно, действительно, правда же, на суперраншлагах. Да, но знаете, что я думаю, что это... Потому что я ему тогда сказал, Гена, это соцзаказ. Это соцзаказ. Я имею в виду, что социум нуждается в этом герою. Понимаете, при том количестве лицемерия, лжи, жестокости, ханжества, жадности, алчности. Это абсолютный перпендикуляр. А поскольку человек, существо не только жадное, но и щедрое, не только жестокое, но и сердобольное, то не уравновешивается общество, живёт в большом крене. Обществу необходим этот антипод, который бы как-то... Это соцзаказ. Вот только этим я и объясняю, или главным образом этим я объясняю такой вот тотальный успех этого спектакля. Я надеюсь, что он художественно, ну, так сказать, полноценен и достоин. Абсолютно точно. Но только этим невозможно, потому что был спектакль «Цена», который художественно был, с моей точки зрения, ну, никак не ниже этого. Но там человека, зрителя я погружал в нынешнюю ситуацию выбора, когда выбора не очень-то есть. Когда любой из этих выборов, если вы помните, что у младшего брата, что у старшего, любой выбор плох. Любой. И мы это видели. Мы видели, чем заканчивает тот, который выбрал благородный путь, и чем заканчивает тот, который выбрал путь эгоиста. Они оба заканчивают плохо. Я боюсь, что мы в ситуации, когда хорошего выбора нет. И поэтому люди опускают глаза, и они хотят на это смотреть. Я это понимаю. А вы видели этот спектакль у Товстанокова? Нет, я не видел, но мне рассказывал о нем Олег Валерьянович, поскольку он у меня играет у Уолтера. Да, вот это мой второй вопрос. А у Георгия Александровича, он играл Виктора, и он умолял меня дать ему Виктора, и я сказал, Олег, вы понимаете, в чем дело? Если бы мне не надо было уравновесить эти фигуры, то вы бы не могли играть Виктора только по причине возраста. Потому что по обаянию, по убедительности, конечно, вы Виктор. Но мне-то и нужно усилить у Уолтера, чтобы за ним была правда, потому что правда за ним есть. За ним есть правда. А вы думаете, что сегодняшние люди начинают в этом сомневаться? Что у Уолтера есть правда? Вы знаете что, поскольку этот спектакль немножко обо мне ведь, то я не то чтобы не сомневаюсь, я знаю, что за мной есть правда. Но также я понимаю, что правда есть за Виктором. Эта ситуация не простого решения. То есть эта ситуация неочевидная. И в этом ее подлость. Я, например, вспоминаю счастливые времена, когда я был молод, когда власть была однозначно презираема всеми более или менее мыслящими людьми, то есть понимали, что на это ерунда, но выходит какой-то старый человек, может, он хороший. Ну, это все, ну, это все смеху. Когда там 4 тысячи во дворце съездов встают и аплодируют одномоментно и все. Это был дурной спектакль. И было понятно. Они — это они, а мы — это мы. И в этом смысле время было счастливое, потому что все было понятно. Теперь вот это я экстраполирую ситуацию от цены. А теперь время другое. Когда, во-первых, артисты там гораздо лучше. Ну, не сравнить. Просто гениальные. Более того, я даже не уверен, что они артисты. Может, они просто очень сложные существа. Нецельные. Очень сложные. Может, они думают действительно о нас. Но за нас, не посоветовавшись с нами. Может быть, они думают про нас плохо. И думают, что они лучше знают, как нам быть счастливыми. Может быть, они думают, что если они дадут нам колбасу, то это будет лучше, чем если они дадут нам свободу без колбасы. Может, они думают, что мы колбасу сами не сможем сделать без них. Понимаете? Нет, я сейчас говорю без иронии, потому что я действительно не понимаю. Ну, какая уж тут ирония. Да, я просто не понимаю, потому что, может быть, они действительно так думают. Думаю, что они ошибаются. Я уверен в этом, потому что мы не глупее тех, кто в условиях свободы эту колбасу делают сами. Без руководящей роли. Ну, вот. Это к вопросу о том, что сейчас сложнее, гораздо сложнее. Сейчас я не могу сказать, что вот здесь вот хорошие, а там плохие. Это не совсем так. И там, я думаю, есть приличные люди. И здесь есть неприличные люди. Да, безусловно. Но почему вот этот момент выбора сейчас столь же сложен, как тогда, в то время? Ну, что такого, что такого может быть? Ведь ничего такого страшного быть не может. Почему люди все равно, почему люди все равно не решаются на какие-то поступки? Вот они приходят в театр, они видят этих героев, они восхищаются ими, аплодисменты. Боже мой, я же видела, я же видела, что творится. Им же хочется быть похожими. На кого? Выходят из театра. На кого? Вот на пиньона, да. Да. На пиньона, да. Но, значит, выходит человек из театра и думает, ну, вот если я буду жить вот так, вот по сердцу, что называется. А дальше возникает Виктор из сыны. А что скажет мне моя жена, которая, соседка будет менять холодильники раз в три года, а она не может себе кофточку раз в три года поменять. Есть ответственность перед близкими людьми. И ты все время взвешиваешь. Ну, не может же каждый человек быть общественным деятелем и думать о судьбах страны. Это хорошо бы, чтобы этим занимался президент и премьер, и правительство, и губернаторы. Хорошо бы, но они тоже думают о своих детях. Причем они думают очень коротко, как мне кажется. Они думают очень коротко. Потому что в длинную, будучи президентом, губернатором, мэром, ты должен думать о том, чтобы торжествовал закон. Тогда в длинную твои дети, внуки будут счастливы. И счастливы будут здесь, на этой земле. Ну, это надо думать, действительно, в длинную. Надо в длинную думать. Мне кажется, что люди, способные думать в длинную, вообще политикой не занимаются. Они занимаются философией, искусством, может быть. Хорошо. Давайте все-таки вернемся к театру. Давайте. Хотя мы от него и не уходили. Потому что, как сказал Шекспир, да? Да, да. Вот. У меня вот какой вопрос. Вы с каждым годом, есть у вас такое стремление расширять актерский круг? Вот задачи такой нет у меня. Все-таки для меня важно, чтобы назначение было правильным. То есть все зависит от пьесы, которую я беру. Если пьеса диктует мне необходимость включения новых артистов, то я изо всех сил пытаюсь их включить, хотя с каждым годом это становится все труднее, в силу того, что материальная сторона давлеет, количество сериалов бесконечное, сжирает. Очень талантливых людей сжирает, потому что качество невысокое в силу просто технологии. Они должны снимать там по, я не знаю, сколько метров, сколько полезных минут в день. Это все приходит к неприличному. Уже больно включать эти сериалы просто неприлично. Вот просто хорошие артисты выглядят неприлично. Это не значит, что если будет там, как бы, гарантий... Удачи нету, но есть гарантии и неудачи. Если ты должен снять 15 минут полезного метража в день, ты гарантированно обречен на то, что это будет плохо. Вот гарантированно. Ну и так далее. Вот это я к тому, что артисты расползаются, им надо кормить семьи, и кормить все лучше и лучше, и отделывать квартиры, и покупать их, и помогать родителям, и так далее. Мы опять приходим к системе ценностей. Я никого не хочу обвинять. Это вопрос политики государства. Это вопрос политики государства. У меня ощущение, что в области культуры политики нет. Есть политика раздачи денег. А понимание приоритетов и способов сохранения этих приоритетов, мне кажется, что даже на эту тему и не думают. У меня ощущение, что очень плохая политика в области культуры. Повторяю, не в том смысле, что мало дают или много дают денег, а в том смысле, как их расходуют, и вообще какая программа. Неразборчиво. Абсолютно. Давайте так скажем. Давайте так аккуратно скажем. Я уже не говорю о том, что существуют там лоббисты в области культуры. Это просто глупость. Ну и так далее. Ладно. Но вы отсматриваете, вот вы смотрите кино там, ну какое-то. Вот вы видите артиста. Для вас важно имя его? Для меня важно имя его, безусловно. Потому что я же не получаю ни дотации, у меня нет спонсоров. С 97-го года я ни у кого копейки не взял. Это все-таки довольно сложно в наше время. Это просто нереально. Не имея базы, я снимаю офис, я снимаю каждый день, арендую сцену, я строю декорации, я снимаю... Гастроли? Гастроли, там гарантия, поскольку у нас есть имя. Нас зовут, и мы только отбиваемся, у нас нет времени на гастроли. Но довольно большие расходы, серьезные. У нас, я думаю, расходы порядка, я не знаю, 1200 в месяц евро. Вот такие расходы в месяц. То есть как надо много зарабатывать, чтобы еще и развиваться. Ну вот, но... Поэтому важно имя. Поэтому важно имя. Другое дело, что я говорю, что имя не гарантирует моего интереса к нему, потому что сегодня полно имен, в сторону которых я не смотрю. Другое дело, что талантливый артист, этого тоже недостаточно для нашего театра. Или достаточно в том случае, если уже одна-две звезды в спектакле есть. Вот как сейчас я начинаю работу над спектаклем, где две звезды у меня уже есть, и три, а там всего три артиста, и третий артист будет... Я вот сегодня попросил послать Сашу Усову пьесу, что он не звезда, но артист замечательный, замечательный. Я его очень люблю, и вот тогда я могу себе позволить такую роскошь. Но для этого мне надо. А вот те спектакли, которые перед Новым годом, ну, там 9, 10, 11 декабря у вас идет серия спектаклей. Спектакли, да, 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 да. Да. Вообще, вот сколько у вас уходит на репетиционный период? По-разному. В принципе, на мой взгляд, если это не что-то такое сверхсложное, ну, в смысле количества, например, персонажей, то, в принципе, 8 недель – это достаточный срок, чтобы выпустить спектакль, если ты готов к репетициям. Если ты не начинаешь знакомиться с пьесой вместе с артистами... А так тоже бывает? Ну, у меня нет. Но если у тебя есть макет, у тебя уже есть договоренность с композитором о том, и понимание, ты видишь, что он понимает... Для вас важна музыка? Невероятно. Невероятно. Я вообще без музыки не понимаю театра. Но своего. Я не могу ставить без этого. Говорим о вашем театре. Да, нет, не могу. Без музыки, может быть, я даже перебираю с этим, но так мне, мне так комфортно. Это какая-то совершенно... Еще одна роль у вас. Абсолютно, но может быть такая же главная, как роль режиссера, уж точно. Это тоже, это дирижер спектакля. Вот музыка, это и ритмы, и уровень, и настроение, либо это контрапункт, либо это, наоборот, вылет с трамплина, продолжение эмоций, заданные артистом и так далее. Это многовариантные возможности имеет музыка в драматическом спектакле. А вы суеверный? Так сказать, чтобы сильно суеверный, нет. Нет, пожалуй, не могу так сказать. Пожалуй, так не могу сказать. То есть для меня там закон второго спектакля – это чистая глупость, что второй должен быть хуже первого. Абсолютно не должен быть. Он должен быть лучше первого, вообще-то говоря. А третья лучше второго. Вот так правильно. То есть меня раздражает такого рода суеверие. Я недавно с артисткой имел беседу на эту тему, когда она сказала, ну, это потому что я хорошо репетировал, поэтому, значит, там хуже сыграло. Но я начинаю беситься при этих словах, потому что вообще-то надо играть лучше и лучше, делать выводы, просто, так сказать, извлекать уроки, учитывать и улучшать. Как? Для этого мы и репетируем, для этого мы играем. А знаете, у меня ещё какой вопрос. Вообще это программа «Мастера», она о мастерах. Вот кого вы считаете мастером? Из мнения живущих? Из тех, кто… Нет, это не важно. Вернее, конечно, это очень важно. Понимаю, да, понимаю. Что, к сожалению, многих нет. Кто эти люди? Ну, я бы с удовольствием назвал. Я бы назвал Георг Саныча, в первую очередь, Товстаногова. Всё-таки Товстаногова. Для меня – да. Да, потому что я исповедую этот театр. Я его люблю. Я люблю театр через артиста. Потому что я не застал Константина Сергеевича. Но метод, который он дал, абсолютно гениальный. Вот метод действенного анализа. Я ничего лучше. И когда молодая режиссура говорит там «на свалку» Станиславского, ну, я даже, честно говоря, у меня даже нет сил иронично в эту сторону улыбнуться. У меня нет сил, чтобы гневаться. Но я испытываю лёгкое раздражение по этому поводу. Я с большим уважением вспоминаю покойного Ефима Падве. Это питерский режиссёр. Он, к сожалению, и тогда был, наверное, в Москве не очень известен. Сейчас-то, наверное, совсем. Но это был большой режиссёр. Большой режиссёр. И большой мастер. Это был ученик Георга Александровича. Я бы... Я могу сказать о спектакле, например, очень тоже давнишнем, давно не идущем «Матросская тишина», который на меня произвёл совершенно смертельное впечатление. Фильм уже такого впечатления на меня не произвёл Машкова. А вот то, как он играл в этом спектакле, меня перевернуло абсолютно. Он был гениальный там. Я просто помню, что я смотрел, и когда я смотрел, я ни о чём не думал. Я просто умирал, и всё. От счастья, что это есть. Потому что мне казалось, может быть, ты, Лёня, уже так себя полюбил, что тебе вообще ничего не нравится, кроме тебя. То есть ты нарциссом становишься? Нет. Просто надо... Просто очень мало такого, что может всерьёз понравиться. Мне очень нравятся, ребята, вот «Квартеты». Очень талантливые. И тоже вроде как их такого театра вроде как и нет, я имею в виду, если... А есть. А на самом деле есть. Я думаю, что сейчас самый и есть «Квартет». Я-то думаю, что он самый, который есть. Просто коллеги делают вид, но он другой, чем ваш. Но не факт, что это плохо. Во-первых, он уникальный. Он один такой. Он один такой. Похожих нету. Так, ребята, какое счастье, и какой отзыв они находят в зале, как публика дышит. Это же... Вообще-то... Что такое театр? Если публика... Я вот не буду говорить. Я был в театре, смотрел спектакль. Такое ощущение, что был прогон при пустом зале. А потом крики «Браво!». Это была премьера. Крики «Браво!», цветы и так далее. Но идет спектакль. Во-первых, я каждую секунду ощущаю себя в зале, я осознаю себя. То есть меня ничто не поглощает. Меня ничто не забирает. А в основном сейчас так. Видите, да. Для меня это вообще не искусство, честно вам скажу. Чтобы не писали об этом наши интеллектуалы в области театральной критики. Мне кажется, они способствуют смерти театра. Ну, того театра, который я люблю. Ну, может быть, его надо похоронить? Может, такое время приходит, что вообще... Может, приходит время, я не знаю, апокалипсиса. Ну, почему вы так отступаете? А я не хочу... Как это так может быть? Я никогда не продолжал отношения. Если я видел, что девушка не проявляет ко мне интереса, я отходил в сторону. Это свойство характера. Я не очень понимаю, почему надо настаивать на том, что для меня очевидно. Если это не очевидно для другого, то, значит, и не надо. Это свойство характера, это мировоззрение. Нет, ну, давайте всё-таки будем считать, что вы не один. Ну, нет, я это ощущаю вообще. И он абсолютно не должен умереть, этот наш театр. А вот как вы относитесь? Даже у меня вот в гостях был один режиссёр, известный человек, который сказал следующее приблизительно, что если мне запретят, вот если вдруг мне скажут, нельзя ставить спектакль, в котором не будет мата, назовём вещи своими именами. Я уйду вообще из театральной жизни. Да, ну, хочется сразу поширить на эту тему. Я не буду, потому что, знаете что, я смотрел фильм «Изображая жертву», где следователь матерится. Я испытал такое счастье. Понимаете, вопрос же уместности, вопрос точности. Потому что мат сам по себе, слушайте, ну, Владимир Владимирович Маяковский позволил себе, я даже буду в баре, да? Да, да. Само по себе табу так же глупо, как необходимость и потребность в мате на сцене. Вот мат на сцене для того, чтобы... Вы выразили чётко, абсолютно. Ну, слушайте, ну, у меня, честно вам скажу, ощущение, что это вообще вопрос уже не ко мне, а к психиатру. Потому что, если есть такая потребность в мате на сцене, то это некая аномалия всё-таки. Ну, я не знаю, но я бы порекомендовал режиссёру в театре «Мимики и жеста». Нет, ну, там это вообще нереально. Ну, там реальность в качестве жеста. Да, хотя я думаю, там были бы какие-то новаторства. Понимаете, если это есть художественная позиция человека, то это всё-таки к доктору, мне кажется, уже. Ну, если действительно он так сказал, этот человек... Да, это действительно так сказал. Я думаю, что пожалел. Но вы знаете как, радио – это такая штука, вот ты сказал, и это уже есть, из книги, может быть, можно как-то... Ну да, да, не редактируемая вещь. А вот сказал на огромную-огромную аудиторию. Поэтому это уже ладно. Я его поздравляю искренне. Это практически... Такой эпатаж. Я не знаю, что это такое. Вообще-то говоря, эпатаж – это же тоже жуткая глупость, мне кажется. Конечно, безусловно. Господи Боже мой. Всё равно это всё от комплекса. Во-первых, это неуважение к себе. Да. Потому что если ты эпатируешь, это означает, что ты не равен себе. То есть ты понимаешь, что ты сам по себе не интересен, и тебе надо что-то такое прилепить на лоб, чтобы о тебе заговорили. Понимаете, ну, я вот тут в каком-то интервью, я даже помню, в каком-то неважном, я сказал, что сегодня, например, если ты разденешься до гола на улице и будешь петь, то приедут соответствующие социальные службы и увезут тебя в соответствующее место. Если ты это сделаешь на сцене, то ты можешь иметь некий даже... Колоссальный успех. Я видела такой спектакль. Я не могу сказать, кто режиссёр, потому что это лучшее. Я знаю. Казалось бы, что у нас есть и Европа, и так далее, и так далее. Я была в шоке. Ну, вот понимаете, вот у меня от этого отчаяние. Да, это я понимаю. Я с Казаковым говорил незадолго до смерти, когда он уезжал отсюда. И он сказал, ты знаешь, мы говорили об одном спектакле, я не буду говорить о каком, который имел успех. И он, значит, мы посмотрели в разное время. И он сказал, знаешь, я уезжаю, потому что всё закончилось. Здесь уже ничего не будет. Но у меня не столь, но пессимистическое настроение в связи с происходящим в театре. Потому что, знаете, главным образом почему? Потому что нет преемственности. Потому что мы вообще любим прыгать. Мы не любим идти. Мы прыгаем. Мы прыгаем. Всё-таки надо наследовать. Конечно, развиваться. Ну, конечно, развиваться. Но то, что было для нас, нас учили как, то, о чём говорили наши мастера, как о чём-то неприличном, становится у критиков открытием. Ну, например, спектакль по Островскому, который заканчивается, играется там, не важно, играется. Потом заканчивается кухней с телевизором, в котором идут новости, там, вести. Ну, это ничего пошлее быть не может. Потому что если это и есть сигнал к современному звучанию, ну, это называется соус, караул. Помогите, я не способен найти созвучие. Да. В прессе я читаю восхищённые отзывы по поводу того, как остроумно придуман финал. Как возникает вдруг современная кухня. Ребята, это мне объясняет. Вы понимаете, что это и сейчас. Вы можете себе представить, чтобы в вишнёвом саде раскрылся шкаф, и возникла там современная, там, я не знаю, кухня, и люди в современных... Ну, это род самоубийства. Вообще, это вопрос вкуса. Но когда телевидение ориентирует нас на то, на что оно нас ориентирует в области культуры, я исключаю один канал, канал культура, который тоже пытается, тем не менее, соответствовать, что может быть и правильно, потому что иначе вообще рухнет, не знаю. Хотя у меня это вызывает некое... Всё равно. Ну, бог с ним. Но это... Не, ну они борются. Они борются. Я понимаю, я понимаю. Нет, нет. И главный редактор. Дай бог ему терпения, чтобы он только был. Согласен, согласен, согласен с вами, абсолютно. Согласен. Я просто говорю о том вонючем времени в этом смысле, который вынуждает учитывать его, а не презирать. Да. Вот я о чём говорю. У меня два вопроса ещё. Первый. Играть-то хочется. Играть? Да. Выйти на сцену, нет? Ничего более мучительного, я вам сейчас скажу, потому что иногда приходится в эпизоде выйти там, в ужине там, вот с Володей случилось, я вышел. Ничего более мучительного, я не знаю. Я вообще не артист, как выяснилось. И это счастье великое, что я ушёл из этой профессии. И для профессии счастье. Ну и для нас. И для вас. Конечно. Конечно, безусловно. Абсолютно так. И для меня. И ещё один вопрос, который я задаю, ну не всем гостям этой программы, но вам просто не могу его не задать. Как вы считаете, мастеру нужна Маргарита? Ну, это вопрос не ко мне, поскольку я вот говорю, что я был женат на Маргарите. Она умерла. Понимаете, Маргарита, она не гарантирует человеку мастерства. Она его сподвигает. То есть, если мастер, то он мастер. Ну, мастер, я не знаю, поскольку я себя таковым искренне не считаю, то я и говорю так, что, наверное, мастеру, конечно, нужна Маргарита. Но я думаю, что самый главный мастер – это Маргарита. Вот такого ответа ещё не было. Ну, я думаю, что способность жертвовать собой и не осознавая этой жертвы, это и есть божественное. Потому что всё, что, знаете, даже этот роман великий, великий роман, с моей точки зрения, я понимаю, что я не одинок, но для меня это действительно какое-то мистическое произведение, которому я никогда не притронусь, кроме как читатель. Я думаю, что даже оно несравнимо с судьбой Маргариты. Вот так я думаю, что... Спасибо. Спасибо вам огромное. Что нас ожидает в январе-феврале? Я не знаю, вы имеете в виду театр, а в этом смысле Антона Чехова. Да, ну, мы будем играть по-прежнему наш репертуар, это пять названий сегодня. Это и «Ужин с дураком», и «Смешанные чувства», и «Всё, как у людей», и «Морковку для императора», которую я очень люблю. Да. И новый спектакль «Крутые виражи», куда я вас приглашаю. 22-го, по-моему, мы играем. 22-го, да. Вот. И начинаем репетировать, по-моему, замечательную пьесу. Называется пьеса «Забор». Про самое главное опять, про любовь. Про любовь, в данном случае, отца к сыну. Вообще, про любовь, как, может быть, самое необходимое обстоятельство для того, чтобы жизнь имела смысл. Потому что если жизнь лишена этого обстоятельства, то это наказание для живущего. А пожелайте что-нибудь нашим слушателям. Ну, только любви. Только любви. Я вам желаю любви бесконечно искренней, немотивированной любви. И чем сильнее будет это ваше чувство, вне зависимости, или не в прямой зависимости от ответности, тем счастливее вы будете. Это великое счастье любить. Ну, когда еще и любимые, если вы при этом, вы просто Богом избранные люди. И я желаю вам сохранить это. Спасибо. Спасибо вам огромное. А я от себя и от наших слушателей хочу сказать вам спасибо. За то, что вы верны этому театру. И поэтому зритель у вас всегда будет пьесы интересные, артисты интересные. И сам Леонид Трушкин необычайно интересен. Спасибо огромное. Иначе бы не было успеха. Спасибо большое. Спасибо вам. Вам я желаю, конечно же, ну что, я присоединяюсь к этим пожеланиям, потому что что может быть выше любви? А вот что может быть выше? Ничего, ничего, ничего. Ничего, и смысла больше ни в чем нет, чем в любви. Поэтому, пожалуйста, любите. Старайтесь любить. Это тоже, честно, не самое простое дело. Это всегда трудно. Да, и это совсем непросто. Это да, это вообще-то неумение. Спасибо всем, кто был с нами. Мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. Будьте здоровы. Программа «Мастера».